Я рад всех вас сегодня видеть. Как всегда, полный зал, аншлаг. И надеюсь, что этот доклад будет полезен для вас. И помимо того, что вы узнаете что-то новое, я еще и получу от вас фидбэк. Собственно говоря, сегодня мы с вами поговорим про разработку API. И я бы хотел знать, кто из вас занимался разработкой API. Поднимите, пожалуйста, руки. Поэтому, я думаю, приступим. Что ж, я еще раз, наверное, представлюсь. Зовут меня Тараса Мельяненко. Я CEO и кофаундер Digital Consulting Laboratory. Когда-то два года назад мы начали заниматься вопросом разработки API. И, собственно говоря, сегодня с вами поделюсь опытом. Также я соорганизатор SyncPHP. Еще помимо этого занимаюсь тем, что разрабатываю различные архитектуры для веб-приложений. Уже как и DevOps с недавнего времени. И плюс FullStack Developer. Ну, вкратце по докладу мы пробежимся по следующим пунктам. То есть, кстати, кто разрабатывал API именно на Symfony? Ага. Ну, хорошо. Вот. Ну, мы пройдемся по тому, как мы проектируем API, вот, как мы его документируем, какие банды мы используем. И, как бы сказать, я там вначале вообще расскажу про то, как API проектируется. Вот. А потом на второй части доклада я уже перейду непосредственно к самому коду и покажу, как оно у нас выглядит внутри. Потому что первое время, когда мы начали писать API, мы там наступали на некоторые грабли, вот, которые нам потом очень сильно портили жизнь. Сейчас мы уже пришли к такому, ну, к такой, скажем так, структуре проекта, что мы можем API менять так, как мы хотим, вот, когда мы хотим, скажем так, и получать именно данные в том виде, в котором от нас требует клиент. А, да. Ладно. Ну, собственно говоря, поговорим о проектировании API. То есть сначала как бы все делалось, ну, давайте сейчас быстро запилим то, все, третье, десятое. Вот, вот вам ваш API, быстро работайте, пользуйтесь. Вот. Все как бы хорошо, прекрасно. Вот, вроде быстро дали результат, а потом оно начинает почему-то где-то немножко не так работать. Там потом как бы начинается что-то где-то надо писать или где-то что-то убрать. А если вы еще делаете, скажем так, ну, своеобразный этот API, то еще и у вас возникают разные сложности, потому что вы не всегда можете предоставить клиенту то, что он от вас требует. То есть, допустим, ответ именно в заданной структуре. Или там, чтобы была вложенность объектов определенная. Вот. Поэтому, как бы сказать, за то время, пока работал с разработкой API-шек, вот, и, как бы сказать, с этим сталкивался, то вот вы, в принципе, такие небольшие пять признаков. Вот. Это, ну, мое мнение. То есть, я думаю, что API, оно должно быть семантически правильное. То есть, когда вы смотрите на URL, вам понятно, что происходит. Либо это удаляется объект, либо добавляется, либо какой конкретно объект удаляется, с какими другими объектами. Объектами этот объект связан. И так далее. То есть, он должен быть хорошо документирован. И эта документация, она не просто хорошая должна быть, она должна быть всегда актуальной. То есть, если вы что-то где-то поменяли, это сразу же должно обновиться в документации. Потому что, ну, у нас буквально, вот, мы сейчас год уже работаем с некоторыми API именно компаний в Украине. Вот. И довольно часто бывает такая ситуация, что написано в документации одно, а работает оно немного по-другому. Вот. Мы, как бы сказать, ну, постарались своих проектов свести, человеческий фактор к минимуму. И делаем так, что у нас, как бы сказать, чуть поменьше такие ситуации. Чуть позже расскажу об этом. Дальше API очень, очень желательно покрывать тестами. Вот. Потому что иногда тяжело, если у вас API большой, иногда тяжело отследить те ситуации, если где-то что-то работает некорректно, или отвалилось, или, допустим, где-то поменялось поведение. Дальше. Максимально быстрый API. Также, то есть, мы уже немножко по-другому смотрим на это. То есть, мы стараемся с базой работать напрямую. И легко расширяемую. Под легко расширяемую я подразумеваю не только масштабирование, горизонтальное или вертикальное, но еще и различные виды изменений API. То есть, чтобы вы могли добавлять новые версии, или, допустим, где-то немножко подправить объекты. И при этом, если вы согласовали это с клиентом, то у вас не сильно, ну, не сильно, скажем так, из-за этого много проблем возникло. Возможно, у вас есть какие-то признаки качественного API, я что-то упустил. Может быть, что-то добавите? Да, об этом я забыл. Еще что, может быть? Но, как бы, по поводу обратной совместимости, мне всегда это и удобно сделать. Может быть, в программных компонентах это и возможно. Но в REST я такого не встречал, чтобы так делали. Его просто поддерживают. Вот. Ну, если мы составляем документацию, я как бы не ставил тут документ именно приводить. Я бы просто на блоке побил то, что мы указываем нашей документацией, когда мы проектируем API. То есть, для меня API – это такая штуковина, которая описывает договоренности между разработчиками. То есть, тот разработчик, который делает сервер-сайт и клиент-сайт. Вот. Соответственно, как бы, вот на вот этом этапе очень хорошо договориться. И, как бы, если… Ну, то есть, у нас это обыкновенно Google Doc. А вот мы в ней делаем различные разделы. То есть, в первом разделе у нас там, как правило, второго уровня. Первое там название документа. У нас там название метода, потом URI, который, кстати, описывает название метода. Дальше мы, если у нас там есть… Ну, то есть, из вот этих двух пунктов ничего не понятно. Конкретно там есть какие-то тонкости, например, где-то что-то должно обновляться или делаться какой-то удаленный запрос или еще что-то. Мы это описываем дальше. Вот. Потом мы указываем фильтры. То есть, например, если вы хотите получать не все данные с сервера, а только какую-то часть. То есть, и, как бы сказать, у нас на… Ну, наши API, ну, как бы сказать, может быть, не совсем корректно выражусь, не взаимодействуют с таблицами в базе данных. У нас есть какие-то коллекции объектов. Вот. И в этих коллекциях у нас, ну, сами объекты находятся. То есть, мы с этой точки зрения стараемся размышлять, когда проектируем API. И, соответственно, фильтры позволяют выводить из этих коллекций только часть объектов. Вот. Ну, и дальше, соответственно, мы описываем модель запроса и модель ответа. И иногда, если, скажем так, там… Ну, то есть, есть стандартные HTTP-коды, которые используют, допустим, 200-ый, все окей. Вот. 204-ый, там, допустим, сервер ничего не возвращает. 500-ая, что-то на сервере отвалилось. 400-ая, вы там неправильно передали данную и не прошли валидацию, к примеру. Вот. То есть, если где-то есть какие-то дополнительные моменты, которые надо уточнить, или тонкости, мы еще и в HTTP-кодах это указываем. Ну, и, соответственно, получается для каждого метода такой большой документ, список. Потом это можно показать, согласовать. Может быть, где-то кто-то упустил. Какие-то, допустим, данные или еще что-то. Вот. Ну, и, соответственно, пойдем сверху. То есть, вот я особо очень сильно хотел бы остановиться на семантических UI. То есть, в данном случае, как бы сказать, есть там какие-то HTTP-методы. Это get, post, pad и put. Мне преподаватель по-английски обещает татуировку на BTC, я не научусь правильно говорить. Патч и delete. Как бы понятно, что get нам позволяет получить какие-то объекты с сервера. Post нам позволяет эти объекты, как бы сказать, туда добавлять. В данном случае какую-то коллекцию, в данном случае это labels. Вот. Есть еще put, который позволяет обновлять эти объекты. Вот. И patch, который также участвует в обновлении этих объектов. Но тут есть нюанс. То есть, в чем разница. Если put, то вы обновляете объект целиком. То есть, допустим, вы забыли какое-то поле передать или не передали его специально. Соответственно, это поле сбрасывается. И оно будет нулом. Если вы используете patch, то вам не обязательно передавать абсолютно полностью весь объект. Вы можете передать только, допустим, те поля, которые вы хотите поменять. Вот это вот нюанс разница. Delete. Ну, удаляем. Вот. Соответственно, тоже. Ну, как можно там, конечно, про REST API рассказывать. Там про разные уровни, какие там есть. То есть, насколько оно все-таки полноценное. И так далее. Но я все равно хотел бы, как бы, более вот схематически. То есть, чтобы у вас была связь между, допустим, вот этими URI и тем, что происходит на сервере. Как бы, вот у меня примерно такое представление. То есть, у меня, допустим, есть какой-то запрос, есть какой-то ответ. Вот. У меня есть какое-то приложение на сервере. У меня там есть какой-то слой с данными. Это может быть либо база данных, либо это может быть какой-то удаленный сервис. И моя API выступает там, в данном случае, проксой. Или она там данные получает, агрегирует, как-то изменяет. И в результате отдает клиенту. Вот. То есть, в данном случае, допустим, вот у меня на приложении там есть какая-то коллекция. Вот эти вот лейблы, к примеру. Вот. Там, видите, коллекция. Ну, коллекция у меня элементы разные. У них трех разных типов. Допустим, красный, желтый и зеленый. Вот. И, соответственно, когда я посылаю запрос, я как-то эти коллекции меняю. То есть, таким образом, как бы сказать, я мыслю, когда это API проектирую. То есть, всячески стараюсь как бы к этому подходить и, исходя из этого, формировать вот эти вот линки сверху. Ну, и, к примеру, вот допустим, если я вижу вот такой вот URL, то я начинаю понимать. Ага, значит, я хочу получить объект из какой-то коллекции ресурс с каким-то идентификатором, допустим, в каком-то заданном формате. То есть, это такая семантическая ссылка. Значит, ну, допустим, вот здесь у меня ресурс вот этот какой-то. Пусть это будет лейбл тот же самый. А идишник у меня, допустим, один. Вот. И формат, допустим, JSON. Это говорит о том, ну, если у меня будет, допустим, лейбл 1.json. Это значит, я хочу сейчас получить вот этот вот самый первый красный объект с идентификатором 1. И он мне должен вернуться в ответе. Вот. Помимо этого, там, если, ну, копнуть довольно, так скажем так, глыбоко, то вы можете этот формат задавать, например, еще в качестве, там, HTTP-заголовка. Не обязательно там в конце. Вы можете, ну, как бы это вроде бы как файл. Вот. То есть вы можете там задавать какие-то заголовки для кеширования. Вот. Ну, то есть для того, чтобы… Это, как бы сказать, удобно. Он просто на глаза бросается, и вы сразу видите. Вы уж не знаете, какие заголовки там отправляются. И в документации это не указываете. Вот. А если, как бы сказать, это перенести все в линк, то тогда это становится нагляднее. Ну, а как бы у каждого свои подходы в данном случае. Вот. Ага. Вот. Небольшая неточность. Ну, в общем, в чем была суть этого слайда? Тут тоже тот же самый гет, только вот этот ID вычеркнем все-таки. Вот. И получается, я хочу… То есть это вот фильтр своего рода. В данном случае я хочу получить все объекты красного цвета. То есть ID1 и ID2. То есть, опять же, исходя из семантической ссылки, понятно, что будет происходить на сервере, к примеру. Вот. Поэтому вот больше всего над чем мы бились, когда разбирались с тем, как именно генерируется API в Symfony на базе известных бандлов. Это сам генератор документации, который использует Swagger. Со Swagger'ом кто работал или слышал, или использовал хотя бы его. Надеялся, будет больше. Вот. Кстати, сейчас выходит… Ну, уже там, по-моему, вторая версия сейчас пилится и почти вышла. Или вышла? Ну, сама специфика уже, спецификация уже вышла. Только единственное, что для PHP пока еще в Пете находятся сами аннотации. Ну, как бы сказать… Спасибо, Саша. В общем, мы еще используем предыдущую версию Swagger'а. Ну, там, по-моему, следующая версия, там даже можно будет уже генерировать из ДКшки. Для iOS, там, допустим, Scala, то же самое Java, PHP, само собой, и так далее. Вот. То есть тот код, который я вам буду показывать во второй части доклада, он как раз больше всего был заточен под то, чтобы вы не писали руками документацию. То есть начинается все с чего. У вас есть, в общем, сущности. Вот вы эти сущности, как бы сказать, сразу отдаете как объекты. И в результате, ну, на основании этого генерируется документация. Тоже там не получается, это все аннотация, допустим, в контроллерах как-то дожимается. Ну, потом получаются какие-то проблемы, если надо что-то специфическое где-то запилить. Поэтому, как бы сказать, я никогда не любил эту ручную работу, потому что где-то я что-то забуду, не так напишу. Лучше пусть документация сгенерируется на основании кода. Вот. Ну, и примерно это выглядит как самый большой слайд. Это у нас Swagger. В Symfony он, конечно, немножко не настолько сильно прокачанный. То есть, например, не выводится там примеры моделей. Ну, там вполне достаточно. То есть вы прямо из браузера можете взять и потестировать ваш API вручную. То есть попробовать с ним покопаться, разобраться, как оно работает. Вместо того, чтобы читать сухую документацию и потом писать код, который заставит, ну, как-то будет взаимодействовать с этим API. То есть это очень удобно. Ну, а тем не менее, как бы сказать, от тестов это вас не освобождает, их все равно надо писать. Например, вот, ну, типичная документация, которая мне всегда попадается, ну, еще на просторах СНГ, это вот просто документ, там что-то написано, вот сиди, читай, разбирайся и внедряй в свое приложение. И так же само, ну, то есть, как бы, это получается, как будто документацию, которую мы изначально описали, делали, мы ее просто отдаем разработчикам. А может быть там где-то что-то упустили, где-то что-то поменялось и так далее. И, соответственно, вот эти все процессы, они, как бы сказать, приводят к тому, что, как правило, API работает не так, как описано в документации. Ну, и в Свагере есть такая классная штука, допустим, там в Фейсбуке или в Твиттере, это тот скрин маленький, синенький такой. Вот, тут есть такая штука, как песочница, в которой вы можете этот запрос, собственно, разделать. Вот за вот это я и люблю Свагер, и из-за этого, как бы сказать, стараюсь делать так, чтобы он у меня в проекте всегда был, потому что все наглядно. Ну, и, кстати, когда вы разрабатываете API, допустим, человек нетехнический какой-то, который за это платит деньги, ему не совсем понятно, куда уходит столько времени на разработку. Но когда вы ему начинаете показывать свою документацию, что там клацнули, как бы оно что-то выскочило, он уже проще воспринимает информацию. То есть API в таком виде его даже проще продавать. А вот, ну и, как бы сказать, сейчас так вкратце пробежимся по структуре директории. Я сегодня 12 часиков где-то закончил, писаю эти все слайды, рисовать, и начал же, думаю, ну, надо напедать, показать, как оно все у меня внутри, потому что иначе все слайды превратятся в куски исхода. Ну, смысл копирует, вставлять. Собственно говоря, ничего тут особо нового нету, кроме одной папочки. Возьму второй микрофон. Пошел. Показывать нехорошо. Вот это папочки DTO. То есть есть папочка сущностей, ну, то есть все стандартно. Как бы расскажу, как вот мы два года назад API писали. То есть мы взяли быстро, накидали нужных нам сущностей, вот, сгенерили базу данных, взяли в эти сущности, написали там аннотации, которые нам необходимы, подключили в FOSREST bundle, подключили NILMIO API doc bundle, взяли это, надо нам сгенерировать какую-то документацию, все прекрасно, все хорошо. Написали тесты на PHP unit, все счастливы, оно работает, замечательно. Вот, а потом начинается такая штука. А сделайте, пожалуйста, чтобы, как бы сказать, вот тут выводились, ну, не просто выводился один объект с полями, а чтобы потом были вложенные объекты. А сюда, пожалуйста, добавьте вот это поле, которое вообще находится в какой-то таблице, если там в базе по связям идти, где-то в третье, в четвертое и так далее. А вот это поле, пожалуйста, из Twitter загрузите. И вот тут, когда вы начинаете это делать все на сущностях, у вас взрывается мозг. Мало того, что когда вы используете ORM-ку, как бы сказать, у вас производительность вашего API падает в четыре раза, это как минимум. Вот, если вы используете DTO в данном случае, то есть, по сути дела, вы обходите всю ORM-ку и работаете с базой напрямую. Мы работаем с базой через слой абстракции, DBL. То есть, можно было бы, конечно, через PDO, но мне нравится генератор SQL, который там есть, и он облегчает работу. Ну, в принципе, это не так долго стоит. По времени. Вот. Соответственно, как бы, что такое DTO? Мы, вот, как бы сказать, когда о нем первый раз там где-то уж слышали или раскопали, тоже на какую-то конференцию ездили, мы долго не могли понять, ни разу его не видели. Вот. Как бы, вообще такая простая штука. Что такое Data Transfer Object? Тот же самый DTO. Это просто класс, в котором написаны ваши, как бы сказать, свойства. Вот, в данном случае, если перейдем на модели, то это поля модели. Вот. И все. Вот это есть DTO. То есть, соответственно, это какой-то класс, который описывает структуру модели, которая будет возвращаться в вашем API. Вот. Или, наоборот, приниматься. И ничего более. Никакого кода, никаких конструкторов, никаких методов. То есть, все. И имея вот именно такой простой класс, меняя его всячески, вы можете очень легко управлять моделями, которые отдает или принимает ваши API. Соответственно, как бы сказать, и дальше перейдем, наверное, ко второй части кода. И, может быть, вы мне тут тоже дадите пару подсказок. Вот. Такс. Теперь. Я покажу, как это делаем мы. Ну, значит, все взял стандартный проект Symfony, склонил его. Как бы ничего такого сверхъестественного нету. Подключил необходимые мне бандлы. Вот. Может быть, тут будут какие-то элементы не совсем стандартные, потому что кое-что пришлось допиливать. Один раз даже пришлось форкать NailMeo API-Doc Bundle и править его, потому что там не вышла нужная фича. И он работал немножко не так, даже когда форк клонил, которым был фикс. Вот. Соответственно, тут у нас что? Вот он, Forthress Bundle. Вот он, GMS Serializer Bundle. Миграции. API-Doc Bundle. И вот эта штуковина, которая мне там нужна для переломки данных. Она, по сути дела, позволяет читать аннотации PHP-Doc. Вот. Собственно говоря, сейчас мы с вами перейдем к самому интересному. Это, наверное, валидации и сериализации. То есть, если мы посмотрим, допустим... Ну, разрешите, все-таки сущности пропущу. Вот. И уже расскажу именно, как мы делаем. То есть, да, там, короче, есть документация. Вы настраиваете, как бы, эти все бандлы. Вот. В конфи что-то пишете, там роуты прописываете и так далее. Мы в роуты по опишке... То есть у нас, как бы сказать... Ну, пришли к тому, что пишем API. Slash V1. Это, допустим, первая версия. Если будет вторая, мы там V2 напишем. И дополнительные контроллеры новые для этого создадим. Вот. И, соответственно, после этого идут уже сами ресурсы. То есть, таким образом, мы, как бы сказать, здесь подключаем разные контроллеры. И когда, допустим... То есть... Вот эта вся конфигурация позволяет нам... Так... Ладно. Ну, в общем, такая конфигурация нам позволяет еще и генерировать, помимо всего прочего, довольно понятные роуты. То есть, исходя из роута, там вот, допустим, API, V1, label, потом идет get, post, допустим, или патч, или еще что-то. То есть мы понимаем примерно, на какой экшен мы там указываем. Вот. Контроллер у нас выглядит примерно следующим образом. Сейчас уберем. Я, как бы, в данный момент, ну, не стал тут выносить те куски кода, которые работают с базой данных, в отдельные классы. Вот. Решил все в контроле написать. Но в идеале, как бы сказать, и как мы делаем, мы их выносим в отдельные классы, в которых у нас находятся все методы по работе с базами данных. Потому что для нас, ну, база данных – это еще один слой приложений, который просто предоставляет доступ к данным. Вот этот вот трейд, он мне помогает там генерировать правильные ответы, к примеру. Там просто код, который обычно используется. Сейчас. Вот. То есть он берет данные, указывает там группы сериализации. Зачем нужны группы сериализации? Для того, что если у вас есть какой-то объект, например, то есть я тут… Вот у нас простой объект label есть. Вот. Когда вы создаете этот объект, вы не знаете его, допустим, ID-шник. Вот. Когда вы уже добавили в коллекцию на сервере, вы, как сказать, этот ID-шник уже знаете, и надо его вывести. Для того, чтобы не делать два класса, используется один класс. И в нем есть группы сериализации, которые позволяют, как бы сказать, часть полей выводить, часть не выводить. То же самое с валидацией, допустим. Они позволяют часть полей валидировать, часть, допустим, просто пропускать. Вот. Ну, собственно говоря, по Nelmium API Dog Bundle, что там пишется? Там пишется то, что вы можете передать там input, output, допустим. А еще, помимо этого, вы там можете описать все параметры, которые у вас есть в запросе, допустим, обязательные параметры, все их типы. То есть на самом деле не использовать классы, а писать всю документацию прямо из аннотации. Вот. Ну, как бы сказать, мы от этого пути решили отойти. То есть, допустим, у нас вот такая вот DTO-шка. Допустим, вот возьмем вот этот лейбл. И в ней просто находится краткое описание. Вот. Дальше потом, когда мы хотим управлять выводом, то есть, допустим, часть объекта показывать или часть объекта скрывать, очень долго, как бы сказать, мы не хотели уходить от аннотации, потому что все удобно, все в одном месте. Вот. Но на самом деле пришлось использовать для этого ямлы отдельные. Потому что там не совсем стабильно работали эти банки. Ну, или мы их не смогли просто настроить. Сколько бы ни пытались. Вот. Но, как бы сказать, заработали именно так, как мы хотели. Именно когда мы начали использовать вот такие вот DTO-шки. То есть, таким образом я описываю, допустим, как у меня будет выглядеть объект на выходе. Ну, сейчас вот, если взять, открыть браузер. Он, допустим, надеюсь, ничего не отвалится. Вот у меня, как бы сказать, ответ мой какой-то. Причем я вплоть до того, что могу управлять форматом даты из аннотации. То есть, как видите, здесь не совсем стандартный MySQL формат. Здесь американский формат, где сначала идет у нас месяц, потом идет день, потом идет год. Вот. Собственно говоря. А, допустим, теперь потом, как бы сказать, ну, у нас на практике никогда не было такого, что в основном кто-то очень сильно просил XML. Но, тем не менее, если очень хочется, то вот XML-ка есть. И оно может его отдавать в XML-ке. Да, все-таки я там где-то что-то накрутил. Но не сработало. Ладно, отдавало. Вот. Как бы то же самое, допустим, теперь по группам сериализации, если посмотреть. Вот если вы посмотрите, здесь у нас есть name, lat, lng, description, photos, created. А чуть ниже у нас появился id. Это все достигается за счет того, что мы указываем группу сериализации. Вот, как я говорил, у нас из групп сериализации понятно, какой метод использует данное свойство. Ну, где оно используется? Вот, видите, post out только, а везде еще есть post in. Соответственно, таким образом мы, как бы сказать, управляем выводом полей в объектах. Теперь следующая штуковина – валидация. То есть я не люблю делать так, чтобы в проекте постоянно у нас какой-то код повторялся. По валидации, допустим, посмотрим. Label controller. Тоже, как бы сказать, симфония, она при помощи сериализера спокойно берет ваш JSON-овский или XML-овский объект. Скажем так, тело запроса в XML или в JSON-е будет более корректно. Вот, берет и конвертирует его в необходимый вам объект. Вот. И помимо этого она еще и сразу может это все дело провалидировать. Если мы добавим вот такую вот штуку. List interface. Вот. И здесь у нас же автоматически будут сразу все ошибки. То есть, ну, помимо того всего, как бы сказать, ну, я вынес валидацию все файлы и там описал, что у меня должно быть, ну, в каких полях. И мне симфония взяла и уже все это все здесь генерировало. То есть, здесь есть, что, допустим, не пустые, с таким-то форматом даты и так далее. Вот. То, что оно в фигурных скобочках, это значит, что это какой-то нестандартный валидатор и о нем не знает Nelmio Piddle. Если вы хотите, чтобы там писалось что-то другое, ну, допустим, там адрес или там время или еще что-то, ну, как обычно там пишется string, допустим, или float, то вам надо форкнуть этот бандл и дописать туда свои форматы, как бы. Ну, и вот давайте попробуем сейчас тут что-то накосячить. Вообще ничего не передать. Ой, bad request. Вот. И мне сразу отводится сообщение об ошибках. А описывается это все вот в таком вот файлике. Почему здесь файл мы взяли? Вот так вот деваться. Почему здесь мы взяли файл? Потому что иногда бывают такие ситуации, когда объект надо в разных методах валидировать немножко по-разному. То есть в данном случае у вас могут быть какие-то поля обязательные, вот если вы его используете в этом методе, а в другом методе эти поля могут быть необязательные. Вот. Или там, допустим, лимиты какие-то. Соответственно, иногда приходится отказываться от, скажем так, автоматической валидации симфонии, там вручную прописывать, вызывать нужный класс и валидировать, подтягивать нужный файл с правилами валидации. То есть кода, увы, тут нету. Ну, как бы, то есть поэтому мы уже от аннотации почти полностью отошли. В DTO-шках. Ну и, соответственно, как же я из базы данных это все дело получаю? Для того, чтобы миновать ОРМ-ку и все-таки как-то себе сделать жизнь попроще. Опять вернемся в label-контроллер. Так, вот он у нас. Тоже, ну тут, может быть, не совсем красиво получилось, но тем не менее. То есть беру query builder, исходя из него строю запрос, который мне необходим, там 3, 4, 5 таблиц. Ну, так 5 не было. Ну, тем не менее. Дописываю различные условия, генерирую SQL и делаю запрос. Вот. Потом на выходе я получаю какой-то массив. Для того, чтобы стеролайзер правильно сработал, я этот дальше массив начинаю перегонять в сам объект. То есть, если вы видите, у меня там на входе, допустим, есть объект label. Вот он. Вот то же самое я объекты отдаю. Потому что если я начну отдавать, допустим, массив, в данном случае, ну, давайте попробуем вот здесь. пост. Сейчас покажу. То есть, если я начну отдавать, допустим, массив, то у меня могут некоторые поля не совсем корректно сработать. Так. 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 Вот. Он отдает, как бы, видите, то есть все корректно, четко. ID-шник у нас интейджер, вот description у нас там нул, name у нас текст, ну, кавычки и так далее, дата. А теперь, если мы будем отдавать напрямую туда объект, ну, сам массив, который мы получили из базы, то у нас он будет работать немножко не так, как задокументировано. Работает, наверное, так. В прошлый раз было, когда я это, ну, готовился дома и доклад писал, то на самом деле ID-шник у меня был строкой. То есть были кавычки. Это может вызвать какие-то проблемы, допустим, на, ну, у тех клиентов, которые являются компилируемыми. То есть если они получат место целочисленного строку, там что-то где-то отвалится, в результате приложение закрешится. То есть был и такой подобный негативный опыт. Вот. Ну, это, собственно говоря, все, что я хотел сказать по поводу валидации и сериализации данных. Ну, насчет тестирования, то как бы будет сегодня еще один доклад по тестированию. Я, увы, за этот фреймворк не успел взяться, но скажу так. Пробовали мы API-шки тестировать и по TDD и по BDD. Всегда почему-то этого кода очень много и как-то довольно сложно его саппортить в данном случае. Вот. В данном случае, если вы хотите, чтобы у вас API-шка всегда была протестирована, проработана, внедряйте Continuous Integration. ваш проект. Это вам сэкономит кучу времени. Ну, собственно говоря, на части кода мы закончили. Возможно, у кого-то есть какие-то дополнения или замечания, или кто-то, может быть, вкратце может поделиться о том, как он пишет свои. Извините. API. Вот. Может быть, у вас есть вопросы? Да. И, наверное, сделаем как-то так. Так. Спасибо. Спасибо. И, наверное, как-то вы рассказывали о том, что занимаетесь разработкой без ОРМ, потому что вы оранжен или разомедлены. как вы используете фиширование, используете ли вы его и нужные ли это делать. И третий вопрос это как правильно или как вы считаете правильно загружать файлы на сервер, если мне нужна коптинка, аудио, или нахишок, которые наше клиентское страху возвращать в сторону отручения. Окей. Хорошо. Значит, первый вопрос был по поводу версии. Что делать, если они там постоянно меняются, появляются версии 1, версии 2, и клиенту нужен минимальный функционал. Но на самом деле мне, чтобы туда версии прикрутить ничего практически не стоило. То есть я мог бы и без них делать. Как правило, то есть мы у нас еще не доходило до того, чтобы мы там вторую версию выпускали какую-то или третью. Мы постоянно развиваем текущую версию, просто добавляем новые методы. Вот чтобы так кардинально переделать, такого не было. А вот, еще по моей версии можно их там не в руле указывать, как я говорил, а использовать, допустим, отдельные заголовки. Второй вопрос был у нас по... Давай так, я на первый вопрос ваш ответил. Про кеширование. Значит, насчет кеширования тоже. Если ваш... Ну, как бы сказать, можно кешировать на серверсайде запросы те же самые доктрину или там, допустим, какие-то тяжелые куски, да, действительно, обернуть кеш и там вернуть эти данные. Можно делать. так. Вот. Ну, как бы сказать, все равно не всегда так получается сделать. Во-вторых, можно сделать немножко по-другому. Можно снизить нагрузку на серверную часть, если вы, допустим, добавите специальный кеширующий заголовок и клиент этот заголовок понимает. То есть, допустим, там либо, которая это использует, она правильно написана и она реагирует на заголовки кеширующие. Там, по-моему, так и называется кеш. То, соответственно, вы можете таким образом снизить какую-то нагрузку на сервер. За счет того, что клиент не будет запрашивать так часто данные реально, а будет сразу отдавать. Именно, ну, про саму либо. Вот. По кешированию это, например, в таком виде. И третий вопрос у нас там был. Файлы, да. Это вообще отдельная история. Вот. Который мне там где-то в неделю голову ломало. Значит, по файлам. Значит, был такой один раз случай, что надо было, то есть, было, веб-приложение было, вот. И там была, соответственно, форма. Вот. Это со вкладками все полагается. И эта форма отправляла еще плюс все данные через eFrame каким-то образом. Вот. То есть, для того, чтобы вот эту штуковину как-то прикрутить к опишке, и у меня там документация на это все дело была нормальная, то, во-первых, я там не использовал само собой ни JSON, ни XML, ничего там не переводилось в текст. Там как бы брало, ну там используются стандартные формы. HTML-ные. Вот. И там URL-encoded request какой-то был. Ну и, соответственно, для того, чтобы заставить это работать, да, я там, короче, создал стандартную симфонийскую форму, которая это все дело перехватила, создала объекты, провалидировала. То есть, как обычно делается. Вот. Но для того, чтобы прикрутить эту форму к документатору, пришлось форкнуть на LMIO API Dog Bundle, потому что у них там не совсем корректно это работало. Я не знаю, может быть, сейчас они это уже пофиксили. Ну, в общем, для того, чтобы выгружать файлы, то выгружать, как обычно, не надо извращаться. Вот. Ответил. Да, можно, можно, можно это делать. Да, и тогда, как бы сказать, не надо выяснить с этими формами, это простое решение. Я такое не использую, я прямо обрабатывал стандартную форму. Вот. Потому что мне так поставили задачу. Это, как раз те случаи, когда, как бы сказать, если бы я делал на сущностях, вот это все дело, я бы так не сделал. Вот. Когда я делаю на ДТО, я, ну, пусть я времени чуть больше потрачу, но я сделаю так, как меня требуют. Апишку. Там был вопрос. Где-то. У кого вопрос еще был тут, в этой части зала? Да. Вопрос, возможно, камень из Абрак Симфонии, это лег немножко, не. А по поводу дьяволов и вот этой конфигурации, это, понимаете, при каждом запросе все это дело парсится, а их кодро... Ну, там довольно крутой кеш. А ты сейчас кешируешь? Ну, у Симфонии хороший кеш. Иногда доходит все дело до того, что для того, чтобы увидеть какие-то изменения в документации, приходится полностью сносить кеш. Ну, как, собственно, когда вы конфигурируете Симфонию. А, в принципе, то есть все это дело конфигурирует какие-то там нативные мотивы. Да, в один большой PHP-файл, где куча классов. Так, а второй вопрос. Спустя ли все применять концепцию, если правильно понимаю, что это называется хейт-оас или хат-оас? Оверхед. Ну, на самом деле, не имеет смысла настолько делать крутую опишку. Как правило, заказчик не просит. Это что-то, знаете, туда в мир джавы, там где веб-сервисы, там где у них отдельные классы, которые это все генерируют. Ну, подобные API-шки, как бы сказать, я видел, допустим, у гугла. То есть, да, я это не затронул, грубо говоря, там на следующем слайде, это, я думаю, будет опубликовано. Вот, там есть ссылочка, где про это, грубо сказать, можно почитать. Я очень много из API-и выпустил. Я имею в виду именно ту штуку, когда, например, мы достаем там лейбл, да, у нас массив лейбл, в каждой лейбл там отдельная, типа, мета-информация, например, вот тебе ссылочка, чтобы пойти и получить именно эту лейбл, чтобы клиент, ну, чтобы, как лайн-сайд разработчик, не ходил, документацию не смотрел, что там, как не найти, а просто нажал на эту ссылочку, ну, сколько, например, перебил по ссылочке. Ну, можно такое делать, даже в Symfony есть отдельный банда для этих целей, вот, но до него и не добрался. Еще, ну, просто вообще не стояла такая задача, но еще, помимо этого всего, тот вопрос, который бы очень хотелось бы решить и узнать, как вы решаете, это вывод ошибок. Вот, да, то, что я там показал, это все прекрасно, но, допустим, у вас там внутри системы какие-то ошибки происходят, то есть сейчас вот, Настя, да. То есть два поля, грубо говоря, ответ и… Ну, как бы, такое можно сделать. Есть рекомендация, когда собирают опциональный параметр передавать, типа, использовать ли статус ошибок, типа, всегда выдавать двухсотые, но выдавать под ошибку в виде результата, либо выдавать, как у вас получается, четырехсотые, пятисотые, как бы, потому что некоторые клиенты, я так понял, бывает, что очень плохо работают с четырехсотыми или пятисотыми ошибками, они пытаются, я так понял, ошибку перехватить еще до того момента, пока оно дошло до самого кода. Да, 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 такое было как раз, когда мы использовали и фреймы, и там выгружали через формы, вот эти файлы, тогда тоже такое было. Ну, когда у меня-то данные нормально приходили, я-то не отдавал, по-моему, двухсотый код, или там, а, нет, данные приходили, я отдавал двухсотый код, а, короче, когда там по валидации что-то сыпалось, а вместо того, чтобы отдать четырехсотый код, и отдавал пятьсотый. Вот. А теперь у меня начинается какой-то диссонанс. Двухсотый код ошибки. Вот. Все хорошо сработало. Но я смотрю, начинаю парсить, и у меня там два поля. Тогда, как говорил товарищ, нужно обязательно вводить код как одно из полей респонса. Если респонс, он будет вернут по типу там кода респонса, вот видите. Ну, ок, может быть. Но еще, когда я там до этого педалю, еще до этого педаля у меня там было определенное, ну как, была классная такая штуковина, это когда мы делали иерархию эксепшенов. Вот. И исходя из того, какая у нас там ошибка в приложении возникала, мы вызывали нужный эксепшен. То есть я вот как-то вот эту вот концепцию хочу перенести на API, чтобы она у меня там писала. Ну, пока еще, как сказать, этим вопросом не занимался. Так, на подумать. Еще вопросы? Я на счет ускорения не совсем понял. Ну, вот вы, допустим, сделали, правильно? Да. Вы хотите проверить, вы стану работать или нет, ну или каким-то образом понять. Ну, то есть скорость, время ответа уменьшить. Карлс, повтори, пожалуйста, вопрос, потому что не все слышат. Хорошо. Значит, первый вопрос, это был связан, как вот именно, ну, обеспечить безопасность API. Вот. И второй вопрос, как ускорить API. Значит, по обеспечению безопасности API. Валидация, для того, чтобы вам не подсунули ни те данные. И та часть, которая не была затронута в этом докладе, это использование стандартных компонентов Security, Symfony. Вот. То есть вы можете то же самое добавить аннотацию, вот, какой-то определенной группе разрешить доступ к этому методу, какой-то определенной запретить. Мало того, Nelmio AppDockBundle может вам выводить, если я не ошибаюсь, разные методы, в зависимости от того, с какой роли вы там авторизировались. По поводу авторизации. Там было небольшое такое поле, то есть есть, ну, несколько вариантов. Первый вариант, это в URL, в качестве какого-то дополнительного параметра всегда тягать с собой API-ключ. Вот. Второй вариант, передавать этот API-ключ в заголовки. Ну, мы, как бы сказать, больше предпочитаем второй вариант, передавать в заголовки. По поводу теперь производительности. Ну, как бы, в данном случае, да, кеширование, вот, с другой стороны, тут уже больше, наверное, к железу идет разговор. То есть, либо, ну, как-то масштабировать надо в данном случае. И, если, скажем так, у вас есть какие-то, ну, долгоиграющие процессы, скажем так, допустим, массовая ML-рассылка, то же самое, то вы делаете метод, который, как бы, не-не, сейчас, вы делаете метод, в который передаете все данные, и он вам вместо 200-го кода возвращает 201-й. Accepted. Вот. А там у вас где-то внизу, допустим, ну, представьте, что у вас есть какая-то там Amazon, там у вас есть отдельные ноды, которые отвечают за приемы и обработку запросов, и у вас там еще где-то есть ноды, на которых кроются воркеры. И вот эти все воркеры параллельно начинают это все дело рассылать. Соответственно, таким образом вы можете, как бы, ну, за счет, получается, у нас вертикального масштабирования ускорить работу API. и в данном случае. Ну, то есть, в принципе, это может быть немножко не такой ответ, как вы ожидали. Вот. Тут, что я скажу, ну, кеширование и оптимизация работы с источником данных или алгоритмов. То есть, ничего нового, наверное. есть ли ДДОС-атака? Ну, введите лимиты. Вот. Ну, кстати, если вам надо будет это дело где-то считать, и если там большое количество запросов, то лучше всего для этих целей что-то, что в оперативке, например, Редис, из того, с чем приходилось сталкиваться. А вот. Ну, еще по поводу ДДОСов, там же есть аппаратные решения для тех же самых дата-центров, роутеры, в конце концов, фаерволы. То есть, они там как-то это решают. Есть специальные фильтрующие сети, которые пропускают через себя весь трафик и отсекают, скажем так, который у вас ДДОСит. Вот, скажем так, злой трафик. может быть, несколько. Еще? Да, тоже это можно. Само собой. Упустил. Еще что? Вопросы? Если можно. Вопросы? Они смотрели что-нибудь по легче, симфонии, да? Что? Из любого, а люди любят. Не симфонии, то есть, да, пошустрее. А, ну, на самом деле, как бы сказать, я уже, когда, кстати, кодил на PHP, уже там, ну, кодил, грубо говоря, лет, наверное, 10-16, я начал там просто увлекаться и сейчас уже скоро 11-й год пойдет. Вот. PHP, конечно, классный, пусть меня тут не побьют, вот, но я сейчас начинаю смотреть где-то в сторону скалы, той же самой, и там есть все те же прекрасные компоненты, вот, и, как бы сказать, хочу попробовать написать API на скале, может быть, будет работать шустрее. Ну, это, наверное, тема следующего доклада. Да. Это цифр скала. Ты начальство, что ты заявляешься в SEO-компании. Сколько это идет в компанию? Официально? Официально два года, неофициально больше трех. И все это вы делаете другая письма? Да, мы на этом специализируемся. Но как-то на другие ниши у нас не совсем получилось зайти. А разработка сайтов не сильно интересна. Ну, как бы, взяли вот чей-то бэкэнд. И ним занимаемся. Спасибо. Не за что. Так. Походу, больше вопросов нет? Отстрелялся. Отстрелялся. Поприветствуем Тараса. АПЛОДИСМЕНТЫ